Приветствую вас! Давайте разберем ваши вопросы. Вопрос у вас связан с прекрастинацией. Вы описываете, что на уровне идей у вас всё в порядке, а на уровне действий, когда всё превращается в рутину, вам тяжело пропадать мотивации, соответственно, вы свои возможности пропускаете свои возможности. Значит, что хочется сказать. Во-первых, по поводу того, что вы ждёте от психологов, как вы пишете, вы ждёте от психологов помощи в том, чтобы вам как-то подсказали, в каком направлении двигаться. Ну, я боюсь, что подсказать вам именно, в каком направлении двигаться не получится, потому что нужно, так или иначе, с вами работать, чтобы разобраться с тем, что происходит, откуда это у вас было, что вы, значит, чувствуете, да, что вы переживаете и так далее. Так вот, чтобы взять и просто вам подсказать, на мой взгляд, это позиция, не про психотерапию, как мне кажется, по крайней мере. Я могу сказать вам то, от чего обычно возникает прокрастинация, да? Вот именно обычно. Обычно прокрастинация возникает тогда, когда человек нацелен, так скажем, на результат. Вот. То есть, когда человек не очень, как бы удовлетворяется, ну, скажем так, процесс. Вот. И если процесс человек не удовлетворен, да? Если процесс человеку не так важен, скажем так, вот, то в общем и целом здесь вот все довольно-таки становится понятно. Вот. То есть, если человеку не так важен процесс, вот, то, собственно, возникают вот трудности, возникают проблемы, возникают конфликты. И вам нужна вот ваша задача постараться увидеть, что для вас означает, собственно говоря, процесс. Почему, да? Почему вам, вот, в этом смысле, так нелегко заниматься? Ну, рутинно, да? Вот то, что вы называете рутинно. Вот почему? Что вас тормозит? Я думаю, что тормозит вас, скорее всего, как бы требования от себя. Вот. То есть, вот, чаще всего, чаще всего, это именно вот про требования к себе. Такие вот. не совсем, ну, не совсем корректные, не совсем адекватные, не совсем справедливые, скажем так, по отношению к вам. Да? Не совсем, как бы, не совсем ваши, скажем так, вот, требования. И, как результат, как следствие, вам от этого становится, вот, ну, довольно болезненно, довольно тяжело. Вот. И это, вот, является, на мой взгляд, ключевым фактором здесь. Вот. Хотите вы этого или нет? Поэтому здесь нужно исследовать ваши отношения к процессу, к процессу деятельности, и смотреть в общем и целом, чего же с вами в этот момент происходит. Если с этим разобраться, я думаю, что проблема решается, когда вы будете ставить себе вполне адекватные, вполне логичные, подходящие для вас требования. Вот. Сейчас, пока что, этого, к сожалению, не происходит. Вот. И, на мой взгляд, это, вот, основная трудность ваша. И с этим, на мой взгляд, нужно работать. Если этим заняться, то всё, как бы, будет хорошо. Да? Здесь, может быть, запрет на успех, такой вот, ну, сценарный, да, в каком-то смысле, сценарный запрет на успех. Такое бывает. То есть, я не должна работать за успеха, я не достойна успеха и так далее. Ну, вот. Это, вот, то, что вы не достойны успеха, оно немножко чувствуется в том, например, как вы себя, ну, скажем так, представляете, да? То есть, вы всё время что-то пытаетесь, всё время пытаетесь, 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 всё время ставите себе какие-то цели, и всё время думаете, вот, сейчас я, там, быстренько, там, что-то добьюсь, вот это всё, и, как бы, ну, чувствуется, что для вас это важно. Вот. А важно, что это, ну, не всегда хорошо. Вот. Не всегда хорошо, когда есть, вот, такая, прям, очень сильно, очень мощная важность. Вот. Если можно так выразиться. Вот. Поэтому исследовать важность для вас успеха, исследовать значение для вас деятельности и как-то вот немножечко больше, больше, что называется, не волей, да, чего-то достигать, а именно, вот, эмоциональностью, заинтересованностью, которую, которую, ну, вот, которые вы в определённые моменты, как мне кажется, начинаете просто игнорировать. Вот. К сожалению. То есть, начинаете делать что-то не чувствами, да, как вот, можно было бы предположить. А больше начинаете делать волей, напрягая волю, там, стремясь к чему-то волей, опять же, вот. Вот. Ну, это позиция, мягко говоря, она деструктивная, вот, по сути своей. Она эта позиция выматывает, по сути своей, она эта позиция ничего хорошего не даёт, по сути своей. Поэтому, в этом направлении я и, в общем и целом, и предлагаю вам работать. Вот. Да, здесь есть элемент взаимодействия с психологом. То есть, вам со мной с этим не справиться. Если бы вы могли справиться, то зачем бы вам кто-то, кто-то в таком случае был бы нужен, да, то есть, вы бы не обращались, в таком случае, вот, к нам, в данном, ну, в данном аспекте. Вот. Раз обращаетесь, значит, сами не справляетесь. Раз сами не справляетесь, значит, находитесь в замкнутом кругу. Ну, собственно, о чём вы и говорите. Вы, по сути дела, и говорите про замкнутый круг. Вот. И, соответственно, вот, может быть, вам не просто это будет признать, но нужно признать, что самостоятельно вы как-то, вот, справиться не можете, да, и вам нужна помощь. Вот. Вам нужно, вам нужен, вам нужен, вот, по возможности, да, досконально исследовать, что происходит, когда у вас начинается рутина. Как пропадает интерес, да, вот, что, что с вами, вот, ну, начинает происходить, как бы, ну, в этот, в этот вот момент, в этот момент, вот. На мой взгляд, это не так сложно сделать, на мой взгляд, это не так трудно сделать, при, ну, при, как бы, серьезном подходе, да, это, ну, вот, соответственно. Все это решает. Вот. Как мне, по крайней мере, в данном случае кажется, вот это можно, можно это решить. Не обязательно это будет как-то быстро, да, то есть у вас, у вас, в принципе, выгода есть какая-то, от того, вот, что, ну, от того, что вы делаете, у вас есть выгода определенная. Может, тоже необходимо учитывать, что у вас есть какая-то, вот, например, что вы не потерпите неудачу, к примеру, а будете вот просто, что называется, ну, себя обичевать, например. То есть вот просто будете себя обичевать, все. Ну, как бы, это важно понимать, важно это замечать, важно, вот, не позволять, скажем так. Это выгода, брат, на себя, на собой вверх, с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, Игнорировать выгоду, а выгода это, вот, то, что мы хотим, выгода это, то, что нам нужно, вот, поэтому, ну, не понять, что вы получаете, вот, а получаете вы, вот, скорее всего, ну, в какой-то степени облегчение, когда отказываетесь что-то делать, когда, вот, вроде бы, надо, да, но в то же время вы отказываетесь. Ну, я вот, облегчение, почему? Потому что, вообще, говорю, соответственно, как, мне кажется. Я, ну, понятное дело, что, ну, могу ошибаться, да? Вот. То есть, я, ну, понятное дело, что, я могу чего-то не знать, вот, но... Важно, если что-то такое есть, важно в этом себе, во-первых, признаться, во-вторых, с этим что-то делать. То есть сейчас, не обижайтесь, но сейчас вы производите впечатление у человека, который вроде бы хочет помощи, а в то же время старается держаться на дистанции. Я ни в коем случае вас не виню, я как бы прекрасно понимаю, почему так. Я думаю, что, возможно, вам непросто было и за помощью, ну, вообще за помощью обратиться было непросто. Вот, поэтому вы, конечно, молодец, большая, что обратились за помощью. Вот. Но это только первый шаг. Вот. Поэтому что бы я мог порекомендовать вам прямо сейчас? Давайте посмотрим. Всю мою жизнь меня справляется с чувствовой опытией и зелостью. Да? Смотрите. Вот. А если мы исключаем физиологию, да? То есть если мы говорим физиологии нет, ну, вот в данном случае, если мы говорим это не физиология, например, то в таком случае, это подавленность. Тогда. Это подавленность. То есть вас всю жизнь что-то подавляет. Вот. Вот. Что вас подавляет? Вопрос. Как правило, это какие-то истории про взаимодействие с другими людьми. Потому что, ну, как бы вот, проблемы у нас в основном с другими людьми. Вот. Ну, в основном. В основном. В основном. В основном. В основном. Проблем у нас бывают только с другими людьми. в основном. Поэтому здесь вот нужно смотреть в первую очередь на данный аспект. Как вы, как вот вы приходили вот к тому, что у вас апатия, да? Как вы её замечали? Когда вы её, там, грубо говоря, ну, начали замечать, там, допустим, впервые и так далее. То есть это всё вот очень важная история, на которую, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Вам. Ну, вам ваше внимание на это, на это нужно обратить, как мне кажется. Повторюсь, да? Как бы тут. Тут, вот, понятное дело, есть свои нюансы, да? Ну, вот. Для начала давайте все-таки так скажем. То есть тут вот такой аспект. А, значит, дальше. 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 Многие дела я хочу делать, но не могу. Вы пишите. Мечтаю всё разложить по местам, навестить их зато, ну, кто управляет в свободное для этого время, на меня нападает реало. Понимаете? То есть вы мечтаете, вы мечтаете здесь. О чём вы мечтаете? Ваши ли это мечты? Вот. Не завышены ли это ожидания от себя? Не требуете ли вы даже вот в своих мечтах, да? Например. Не требуете ли вы от себя, например. Очень много. Вот. На мой взгляд, как мне кажется, требуете как раз. Как мне кажется, повторюсь. Это исключительно моя точка зрения. Да? Что вот. Вы мечтаете, там, навести красоту, везде и так далее. То есть быть идеальным. И пока вы мечтаете, пока вы мечтаете, всё хорошо. Но когда, ну, как бы, от мечтаний переходите к делу, всё становится уже не так хорошо. И это не случайно. Потому что мечты этой идеализации, вот. Ну, в той или иной, в той или иной степени мечты этой идеализации. В данном случае вы идеализируете. Соответственно, вам свои мечты. Для начала. Нужно пересмотреть. Вот. Не отказаться от них ни в коем случае. Вот. То есть, как бы, речь идёт не про то, чтобы отказываться от того, о чём вы мечтаете. А речь идёт о том, именно, чтобы убедиться в том, что это ваши мечты. Знаете. Потому что, как-то вот ваши мечты, да, они про, ну, про какую-то внешнюю сторону. Я не отрицаю этого факта, что из этого что-то может быть вашим. Вполне может быть вашим. Что-то. Но цель. Это очень важный момент. Поэтому, пожалуйста, данным аспектом я рекомендую, уделить внимание больше, вероятно, больше, чем вы уделяете сейчас. На мой взгляд, вот, сейчас вы этому уделяете, ну, минимально. Требую от себя просто, чтобы, вот, всё, что вы хотели, да, вот, чтобы всё это реализовалось. Дальше. Значит, вот. Навести красоту её, да, как будто. Зачем? Если я начну всё сделать, увлекаюсь, потом мне даже трудно останавливаться. Ну, это выглядит, как, в данном случае, как компенсация, да, то есть, долго ничего не делать, потом, вот, появилась возможность сделать хоть что-то. Вот. И вы, соответственно, начинаете что-то делать. Также это выглядит, как то, что, вот, знаете, наконец-то, да, я этому смогу отдать. Вот. То есть, это, вот, ну, сложность, сложность в том, чтобы отдаваться, сложность в том, чтобы делать что-то, вот, ну, так скажем, просто, да, без каких-то ожиданий от себя. Вот. Ну, я надеюсь, что здесь я, в принципе, понятно, понятно объясню. Дальше, значит, всегда я делаю либо на интересе, либо если поставлено в жесткие временные рамки, да. То есть, это, вот, позиция такая, либо ребёнок, который делает себе на интересе, либо родитель, который делает самый финал, да. А как-то вот на свои реальные возможности вы упор не делаете. Вот. Дальше. Значит, рутина. Тут, вот, как раз, про могу, про отсутствие границ, потому что рутина нужно, вы требуете от себя делать, рутина постоянно энергична на сто процентов. Вот. Ну, и это, в принципе, во всём. Во всём. Вот. Отсутствие границ, отсутствие, вот, какого-то ориентира, да, на свои, ну, реальные, так скажем, возможности. Вот. Довольно грустно, как мне кажется, то, что вы этому не уделяете внимания своему, ну, вот, довольно грустно, что вы не уделяете внимания вот тому, что вы реально можете. да? Вот. То есть, взрослая составляющая вашей личности, которая представляет из себя что? расчёт своих возможностей. А, значит, там, холодный анализ, вот. вот. А вот это вот у вас хромает, к сожалению. вот. Вот. Ну, хорошая новость заключается в том, что это можно подкорректировать. но подкорректировать это можно только путём исследования над себя, вот, и только через работу над собой, вот. Понимаете, да? самостоятельно вы сделать этого не сможете, ну, вот. Можно, конечно, применять аффирмации, да? Вот. Можно, конечно, себя заставлять, вот. Ну, на мой взгляд, ничего хорошего. Из этого не выйдет. Ну, вы и сами, в принципе, понимаете. А, после того, как вы чего-то не делаете, да? Вы себя, наверное, ещё вините. Опа! Тоже, пока, вот, можно сказать, расплату за то, чтобы вы не делаете чего-то. Поэтому с этим также нужно разобраться. Разобраться с тем, не обращаетесь ли вы сейчас к нам, только по тому, например, что вините себя. Вот. Если так, то это довольно грустно. И для вас мне бы этого не хотелось. Ну, и надеюсь, очень надеюсь, при вам, для себя этого, вот. Тоже, тоже бы не хотелось. Вот. Какой-то. Такой. Получается ответ с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Опрощайтесь. Удачи. Пока.